Всем привет! Вот так неожиданно наступил последний месяц зимы. Еще немного, и самое чудесное время года к нам придет – весна. А пока мы ее ждем, предлагаю не терять времени и насладиться интересными сюжетами и с кем-нибудь познакомиться. В эфире программа «Студия 11». И мы начинаем. Вот что ждет нас сегодня. Развиваем таланты. Экскурсия по центру дополнительного образования Вильгарта. Фестиваль короткометражного кино. С юным организатором пообщался Северин Арпа. Усатый, но не полосатый. Ждать ли жителям республики Тараканьева Бума? Согласитесь, все дети талантливы. Главное их заинтересовать. Кто-то тяготит к творчеству, а кто-то наоборот выбирает техническую направленность. Поэтому, родители, экспериментируйте. Вот хочется чаду на футбол? Конечно, ищем спортивную секцию. Если вдруг через некоторое время ребенок передумал гонять мяч и захотел заниматься лепкой из глины – не беда. Начните искать компетентного педагога в этой области. Кстати, недавно я побывала в Центре дополнительного образования Вильгарта. Подробнее о нем в следующем сюжете. В конце прошлого года в Вильгарте на базе районного центра внешкольной работы открылся IT-куб и сразу приобрел большую популярность. Сегодня здесь учатся техническим азам больше 400 юных гениев. Вот, например, здесь мальчишки и девчонки знакомятся с программированием роботов. Под чутким контролем наставника конструктор превращается в майло, и задача программистов – научить его двигаться. А вот в соседнем кабинете ребята постарше с теми же роботами решают уже задачки посложнее. Машинка на гусеницах изначально двигаться не хотела. Для педагога Ильи Вячеславовича очевидно – дело в неправильно написанной программе. Небольшая экспертная помощь и вуаля – конструктор ожил. Сегодня без программирования никуда, потому что мы работаем с компьютерами. Там иногда бывает необходимо что-то и настроить. Это опять-таки влезть в программирование, какие-то скрипты. Офисные программы – там тоже многие задачи решаются удобно через программирование. Кстати, направлений здесь шесть. Помимо робототехники – это программирование на языках Java и Python, разработка приложений VRAR, основы алгоритмики и логики, кибергигиена. А кружок дополненной реальности пользуется особой популярностью. Еще бы, бинокулярные очки, шлемы дополненной реальности – все безумно интересно. Но, конечно, знакомством с этими чудесами техники не ограничивается. Ребята смогут уже сегодня создавать и помогать приложение, создавать для нужд именно даже нашего своего села, Вильгард. Мы уже работаем со старшими группами над проектом, с дополненной реальностью как раз. И будем оборудовать экоэтно-тропу ордем. Знакомьтесь, это Константин. Он одиннадцатиклассник в Ильгардской школе и здесь, в IT-кубе, занимается программированием на языке Java. Говорит, что хочет связать с этим свою жизнь и уже сейчас может похвастаться своими успехами. Летит птица, нажимаем вниз, птица летит вниз. Надо уклоняться и избивать птиц. То есть, если ты выполняешься от птиц, тебе начисляются очки. Там больше очков, больше уровень. Кстати, за недолгое время IT-куба ребята уже успели стать участниками больших конкурсов. Наши ребята поучаствовали в фестивалях, проектах и даже есть большие результаты. Вот один из них – это направление VR-AR, которое выиграло грантовый конкурс в 100 тысяч рублей. Стать студентом этого технического рая может любой ребенок от 7 до 18 лет. Набор в объединении ведется в течение всего учебного года по сертификатам дополнительного образования. Практически все родители знают, что детей иногда очень сложно заставить что-нибудь съесть. Вкусы и польза того, что на тарелке, как правило, юных созданий не волнуют, куда важнее визуальная составляющая. Вот почему некоторые мамы и папы стараются овладеть не только искусством кулинарии, но еще и развить в себе некоторые художественные навыки, чтобы полностью удовлетворить вкусы маленьких кулинарных критиков. Кажется, мамочка из Японии овладела этим мастерством на все 100%. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году мы отметим столетие Республики Коми. Конечно, этому событию будет посвящено много акций, встреч, творческих конкурсов. Среди них фестиваль краткометражного игрового кино, посвященный Большому юбилею Республики. Его организатор – Эжвинский центр детского творчества. Авторы идеи – школьники. Анастасия Туровец, Никита Поповиченко и Анастасия Портыка. Именно с ней пообщался наш коллега Северин Арпа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Анастасия, расскажи, пожалуйста, как родилась идея фестиваля? Ну, нам предложили поучаствовать в конкурсе проектов «Народный бюджет в школе». И вот в результате мозгового штурма мы придумали, нам пришла идея фестиваля краткометражного игрового кино. И вот мы расписали проект, предложили его на конкурс и выиграли. А сколько выиграли? Сто тысяч. Это пойдет все на призы или нет? Все придет на призы и также на организацию. Кто может участвовать в фестивале? Какой возраст? Участвовать могут любой возраст, то есть учащиеся школ и учреждения дополнительного образования. А в чем должен быть смысл фильмов? Каждый выбирает сам себе или должна какая-то, вот общая какая-то есть стратегия? Все фильмы должны быть посвящены истории Республики Коми, так как сам фестиваль приурочен к ее столетию. И то есть каждый человек, конечно, может выбрать свою тему. Допустим, может про свое село, например? Да, да. Про село и про, может, какой-то город, ой, ну, про Сыктывкар. Может, про улицу, может, про человека, про что угодно. Да. Скажи, пожалуйста, какой должен быть хронометраж у фильма? Фильм должен быть до пяти минут. Кто будет оценивать? Оценивать будет, то есть жюри, это... Какие-то эксперты будут, да? Да, эксперты, сценаристы, то есть и педагоги Центра детского творчества, а также у нас будет народное онлайн-голосование, которое мы будем убирать. Ну, понравившуюся работу. Да, да. Так, давай скажем, вот до какого момента можно подавать заявки? Подавать заявки можно до 20 февраля. Это должна быть группа людей, или это может человек сам один снять? Да, конечно, может и один, но так количество участников не ограничено в команде. Будут какие-то мастер-классы для участников? Потому что, ну, не кажется, каждый день ты снимаешь кино. Ну, да, у нас будет проведено вебинары, онлайн-мастер-классы, каворкинги по сценарному, актерскому, режиссерскому мастерству, видеомонтажу, а также будут проведены каворкинги, направленные на помощь в выборе темы. До какого числа нужно сдать работу? А работу нужно сдать до 20 мая. Друзья, готовьтесь, принимайте участие, давайте к столетию республики сделаем красивые фильмы, тем более, что наверняка будут хорошие призы. Да, но об этом пока что история умалчивает. Ну что ж, мы желаем, чтобы фестиваль получился, чтобы было как можно больше хороших, интересных фильмов, ну и надеюсь, что он станет постоянным. Спасибо. Спасибо вам. Мало у кого из представителей животного мира репутация хуже, чем у обычных тараканов. И неудивительно, ведь выглядят они, мягко скажем, не очень, по ночам по квартирам шастают, да и вряд ли такое соседство можно назвать приятным. Продолжит тему руководитель Центра ЖКХ «Контроль» в Коме Дарья Шучалина. Февраль – это не только последний месяц зимы, но и период размножения некоторых видов насекомых, в их числе те, которые не особенно приятны жителям многоквартирных домов. Федеральный Роспотребнадзор напоминает о том, что в феврале ожидается увеличение численности тараканов в жилфонде. Тема особенно актуальна для тех, кто ведет не самый чистоплотный образ жизни. Тараканы ищут места, где есть вода. Эти влажные места им нужны для кладки яиц. Средний период их развития – около трех месяцев, в зависимости от температуры и других факторов. Поэтому федеральное ведомство настоятельно рекомендует прямо сейчас произвести генеральную уборку жилья. Что же касается мест общего пользования в многоквартирных домах – это чердаки, подвалы, подъезды. Данные полномочия возложены на управленцев жилфондом. То есть именно ваши управляющие компании, ТСЖ или ЖСК, обязаны провести дезинфекцию. Это они могут сделать своими силами, либо заказать данный вид работ у профессионалов, специализированных организаций. Данная информация актуальна для жителей всех городов и районов Республики Коми. Смотрите программу «Телезащитник» завтра в 19.15 на Юргане. Вот мы и подошли к середине нашего выпуска. Немного отдохнем и продолжим знакомиться с позитивной информацией. Встретимся с вами после небольшого перерыва. Не скучайте! В эфире информационно-развлекательная программа «Студия 11». Как и обещали, мы вернулись в эфир. Чем порадуем следующие эфирные минутки, сейчас узнаем. Глаза – зеркало души. Как сотворить им красивую раму. Дни муниципальных образований Коми. Карткировский район открыл творческий сезон фестиваля. Ах, это свадьба! Невестам на заметку. Говорят, что глаза – это зеркало души. И обрамить их нужно самым достойным способом. Это я говорю про брови. Думаю, ни для кого не секрет, что в мире бровей даже есть своя мода. Сейчас, конечно, в тренде естественность. А вот 20 лет назад, например, все модницы носили над глазами брови ниточки. Так вот, если вы хотите скорректировать форму бровей самостоятельно, а возвращаться в прошлое к тоненьким бровям не хотите, то слушайте советы специалиста. Если вы решили окрасить брови дома, и при этом вы не знаете, с чего начать, начните с разметки. Для этого вам понадобится всего лишь катушка швейных ниток и обычный карандаш для бровей. Сначала мы окрасим нашу ниточку карандашом. Первую линию мы намечаем середину нашего лица. Это расстояние от внутренних уголков глаза, деленное пополам. Следующие линии – это начало нашей бровей. Начало брови обычно строится от точки пирсинга. Мы поднимаем линию параллельно центру нашего лица. Далее мы находим точку, нижнюю, начало нашей брови. Обычно эта линия строится параллельно зрачкам наших глаз. Дальше мы находим ширину нашей брови. Надо адекватно оценивать ширину своих бровей. Обычно это 6-8 мм, но если ваши брови тоньше, не надо рисовать 6 мм. Следующая линия – это высота наших бровей. Находим самые высокие точки. Далее мы находим хвостик. От крыла носа через край глаза мы проводим диагональную линию. Вершина наших бровей будет проходить от крыла носа через край зрачка. Вот и все. Каркас наших будущих бровей готов. Теперь можно приступать к окрашиванию. С сегодняшнего дня стартует творческий сезон большого фестивального проекта «Дни культуры муниципальных образований КОМИ», приуроченного к столетию региона. И открывает этот цикл «Карткировский район». На связи с нашей студией Константин Сажин, руководитель администрации муниципального района «Карткировский». Константин Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. С чего сегодня начнутся «Дни Карткировского района»? Мы знаем то, что вы презентуете книгу, посвященную 80-летию района. Как она называется? Кто написал? Раскройте все карты. Для нас большая честь и большая ответственность, что мы первый район, который в начавшемся юбилейном году, и мы будем первым из муниципальных районов, кто открывает череду ярких культурно-событийных мероприятий, которые в республике пройдут. Поэтому мы сегодня открываем как раз фестивальные дни. Это шесть дней. С сегодняшнего дня по 6 февраля. На разных площадках столицы республики будем представлять жизнь «Карткировского района». И, скажем, вот сегодня я буду презентовать книгу «Как я люблю тебя, мой родимый край», она как раз о «Карткировском районе». Сегодня также пройдут, это все будет происходить на базе «Дома дружбы народов». Там будут проходить мастер-классы по народно-прикладному творчеству, ну и выступления уже полюбившихся не только «Карткиросам», но и «Сыктывкарцам» наших творческих коллективов. Ну вот давайте еще немного поговорим о книге. Как вообще проходил процесс создания этого издания? У нас очень хорошо книгоиздательской деятельностью занимается центральная библиотека района. Мы каждый год, ну естественно, это все требует средств определенных, потому что качественный продукт, он, ну, я считаю, бесплатно его не изготовишь. У нас хорошие, красивые книги, вот, с качественной полиграфией, но самое главное, с очень интересным содержанием. Занимаются этим, вот, этими исследованиями, краеведением, занимаются специалисты нашей центральной районной библиотеки. Я думаю, то, что мы еще успеем познакомиться с этой книгой, но вернемся к программе. Она по-настоящему насыщенная. Чем еще удивит Карткировский район за эти шесть дней? Во вторник у нас завтра будет в Национальном музее выставка «Кузнец всем ремеслам отец». Вся ее экспозиция направлена на, во-первых, историю, рассказать жителям Сыктывкара об истории кузнечного мастерства, как оно зарождалось в республике Коми. И мы справедливо считаем, что истоки его уходят как раз в Карткировский район. Ну и, конечно же, там и сегодняшний день будет представлен кузнечного ремесла. 3 февраля в Национальной детской библиотеке пройдет выставка «Семь чудес земли Картайка». И вот в рамках этой выставки у нас будет достаточно много интерактива. Будет викторина о том, как ты знаешь, Карткировский край. Мы расскажем о незамерзающей реке Лымва. Это одно из наших чудес Карткировского района. О языческой роще, о очень многих интересных памятных местах. Покажем календарь охотника, который был найден в местах стойбищных, пиротных людей в районе села Стажевска. Ну и кроме этого, почему я сказал об интерактиве, там будут проходить мастер-классы по как раз изготовлению этого промыслового календаря, по изготовлению шаблонов, трапаретов для разных подделок, медальонов охотников. Все это будет проходить в Детской национальной библиотеке 3-го числа. 4-го февраля всем рекомендую посетить кинотеатр «Октябрь». Там места тоже, конечно, ограничены. Наш народный театр, который работает при Центральном доме культуры, представит спектакль по пьесе Михаила Булгакова, который называется «Полоумный журден». Тема любви, она вечна. Я думаю, будет интересно посмотреть всем. 6-го мы завершаем цикл наших фестивальных мероприятий уже на сцене филармонии, премьерой спектакля «Каливала». Его представит старейший, один из старейших театральных коллективов Республики Коми. Это наш народный театр имени Надежды Михайловны Клермон. Там же произойдет церемония передачи символа фестиваля, символа столетия Республики Коми, государственного флага Республики Коми, следующему муниципалитету, который примет от нас эстафету. Это Книжпогодский район. То есть программа будет интересна не только взрослым, но и детям. Так здорово, что именно вы так ярко открываете эти дни. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. Свадьба. В этот день хочется, чтобы все было торжественно и красиво. Конечно, магнитом для глаз гостей должна стать невеста. Именно поэтому девушки хотят выглядеть на все сто. Макияж, прическа, платье невероятное. Но уже в процессе подготовки к свадьбе возникают вопросы. А какой помадой губы накрасить? Может, стоит сделать стрелки для глаз подлиннее? Убрать волосы в пучок или их распустить? А подъюбник надеть с кольцами или без? Ответ на последний вопрос в нашем следующем сюжете. Сегодня мы с вами поговорим о том, нужен ли подъюбник под свадебное платье. Очень многие считают, что это какой-то пережиток прошлого и сейчас это не носят. Но сейчас я вам покажу, что на самом деле он служит для комфорта. Рассмотрим подъюбник, который подходит под большую часть современных платьев. Он у нас очень мягкий, гибкий. И его абсолютно будет незаметно под практически любым свадебным платьем. Вам будет удобно в нем заходить в машину, выходить из нее, подниматься по ступенькам. Получается, что подъюбник придерживает юбку у платья и она не путается у вас в ногах. Специалисты рекомендуют нам спать ежедневно около 8 часов. От того, насколько правильно будет обустроено спальное место, зависит не только утреннее настроение, наша работоспособность, но и главное – здоровье. Правильно выбрать кровать – это только половина дела. Необходимо еще подобрать подходящий матрас. Ведь в случае ошибки вас ждут боли в мышцах и спине, бессонница и даже аллергия. Давайте узнаем, что не нужно делать при выборе матраса. Примерно 10% покупателей матрасов жалеют, что выбрали именно такой матрас, хотя изделие они получили качественное и возврату оно уже не подлежит. Мы не будем рассказывать о банальных вещах, таких как заказ матраса по неверным размерам. Расскажем о типичных, но неочевидных ошибках при покупке матраса. Не делайте так. Первое. Выбрали не ту степень жесткости. На сайте интернет-магазина указан уровень жесткости для каждой модели. Но эта жесткость подходит людям с весом около 70 кг. Человеку с меньшим весом матрас покажется более жестким, а тяжелому – слишком мягким. Учитывайте это при покупке. Можно неправильно выбрать матрас и по другой причине. Сейчас стало популярно спать на жестких матрасах. Это полезно для позвоночника. Если поддавшись моде вы закажете жесткий матрас, хотя всю жизнь до этого спали на мягком, будете долго привыкать к новому спальному месту. Чтобы спать на жестком матрасе, нужна привычка. Второе. Весовую нагрузку нужно рассчитывать правильно. Для каждой модели матраса производители рассчитывают максимальную нагрузку на одно спальное место. Не все покупатели обращают внимание на эту цифру, а она очень важна. Если матрасом, у которого максимальная нагрузка в 80 кг, будет пользоваться человек с весом 90 кг, изделие быстро придет в негодность. Лучшим не использовать матрас на пределе возможностей, а покупать модель, которая может выдержать килограмм на 10 больше, чем весите вы. Так вы продлите срок ее эксплуатации. К тому же матрас служит долго, за это время ваш вес может измениться, поэтому хорошо бы иметь запас прочности. Третье. Тонкий матрас используется как постоянное спальное место. Такие матрасы хорошо подходят для дачи или для гостей. Их можно постелить поверх дивана. На постоянное спальное место в кровати нужно подбирать модели не ниже 15 сантиметров. Чем выше матрас, тем лучше проявляются его ортопедические свойства. Четвертое. Матрас без наматрасника. Есть тонкость, о которой продавцы матрасов часто умалчивают. Съемный чехол, которым комплектуются многие модели, на самом деле не рассчитан на стирку в домашних условиях. То есть снять его можно, конечно, но это сложно. Чистить его можно только в химчистке. А после стирки в стиральной машине он вообще сядет и не налезет на матрас. Поэтому не экспериментируйте, а укомплектуйте матрас с защитным наматрасником. Он крепится к углам, легко снимается и стирается в стиральной машине. К этой минуте у меня все. Мы отлично с вами провели время, друзья. Проведите и вы сегодняшний день насыщенно. И, конечно, не забывайте про медицинские маски в общественных местах. А я не прощаюсь, а говорю до встречи. До встречи в эфире «Республика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова